Радио Свобода Советское общество хочет вернуться без того, чтобы провести настоящую перестройку в советской психиатрии, без того, чтобы раз и навсегда покончить со злоупотреблением психиатрии в политических целях. Почему не признается официально в советской печати, что была такая система систематического помещения ярко-мыслящих в психбольнице? Это пока не признается никакими официальными лицами, ни психиатрами, ни политиками. Было несколько разных мотивов, почему стала доминировать карательная психиатрия в советское время, в позднесоветское время. Она была всегда в какой-то степени, но в позднесоветское время она стала таким трендом, потому что это был очень удобный инструмент. И не только потому, что человек удобнее запихнуть в психушку, а еще и потому, что, я думаю, даже искренне многие психиатры считали, что вообще-то выступление против советской власти в таком сильном государстве, как Советский Союз, полагали, что это признак ненормальности. Отсюда возникла экспертиза. По тем временам явление новое, еще несколько лет до того психиатрия так широко не использовалась в карательных целях в СССР. А тут вот Хрущев выступал где-то в 59-м году и так сказал мимоходом, что в нашей стране социалистической не может быть врагов социализма, поскольку бытие определяет сознание. А стало быть, если есть какие-то люди, чувствующие себя врагами, то это психически больные люди. Ну, как говорится, сказал и сказал. Ну, вроде бы пошутил. А в результате целый ряд инструкций, целая разработка, диагностики от паранояльного развития личности, то есть идеи о том, что если человек готов за свои убеждения рисковать жизнью, здоровьем, жизнью и здоровьем своих близких, то это должен быть больной человек. Больной человек, одержимый сверхценными идеями, как говорили вот в этом самом учреждении. Мы все трое, кого арестовали, проходили эту экспертизу. У меня она была амбулаторная. Я второй раз не проходил. Вот когда меня арестовали в 80-м, там уже меня не было смысла рассматривать психиатром, потому что я сам ими занимался. Или другой диагноз, так называемая вялотекущая шизофрения. Диагноз, изобретенный нашим отечественным, уважаемым психиатром, профессором Снежневским. Идея, состоящая в том, что вот шизофрения может развиваться так незаметно и так долго, что только он, Снежневский, может это заметить. Диагноз, изобретенный нашим отечественным, уважаемым психиатром. Я когда появился на Западе, меня все задавали вопрос, что такое вялотекущая шизофрения американцы. Я говорил, что вы меня спрашиваете, спросите Снежневского, Вартаняна, их же изобретение. Так вот, мне рассказал профессор, что это еще в такие сугубые советские времена в институте Сербского проводилась какая-то, ну не конференция, это лекционный курс для всех судебных психиатров Советского Союза. Съехали все это отсюда. И выступал академик Морозов, директор института Сербского тогда. И кто-то из провинциалов встал, ну когда вопросы, задавайте вопросы, коллеги, я готов ответить, если что. И он сказал, профессор, вот скажите все-таки, ну мы все понимаем, ну что такое вялотекущая шизофрения? Как ее диагностировать? Директор института ответил, Морозов, гениально. Он сказал, понимаете, коллеги, это когда бреда нет, галлюцинации нет, а шизофрения есть. Гениально. Гениальный цинизм. Психиатрия меня задела именно потому, что я медик. Мне нравилась врачебная работа, и эта система была антиврачебная, античеловеческая, антимедицинская. Она была не антипрофессиональная. И меня это задевало как медика. У нас все-таки основным до 60-х годов, основным способом лечения было стеснение больных, их фиксация, ограничение, всякого рода ограничение. И так это осталось, и в общем так практикуется, в значительной мере практикуется до сих пор. Известны случаи гибели больных при перерезировке лекарств или просто при неправильном уходе после их применения. Если в отношении к настоящим больным это было тоже достаточно бесчеловечное обращение было, то в отношении политзаключенных это была заведомая пытка. То есть врачи же понимают, что этот человек здоров, что он не больно, что ему не нужны все эти лекарства. И его тогда пичкают этим лекарствам, как правило, в наказание за неправильное поведение. Вот он не признает то, что он был болен. Он не признает, что он совершил преступление. Хотя, казалось бы, какое преступление, если больной он освобожден уже от уголовной ответственности. Но тем не менее от них требовали признание того, что ты был болен, ты сделал это в болезненном состоянии. А мы тебя теперь вылечили, теперь ты здоров и больше этого делать не будешь. Ленинград нас очень всех охладил. Лагерь бы был ничего, тюрьма была бы ничего. Мы все были к этому готовы морально. Психушка, как я первый раз увидел, производила угнетающее впечатление. Беспредел, конечно, полный. Слушайте, в лагере или в тюрьме вы, по крайней мере, можете писать жалобы, объявить голодовку, объявить забастовку. Вы друг другу помогаете. В психушке ничего этого нет. Никакая ваша жалоба, никакая ваша забастовка, никто никогда ее всерьез не примет. Потому что это будет означать просто проявление вашей психической болезни. Это подошьют в дело и все. Нам трудно понять, почему в одном случае человек уходил в зону, в обычную, а в каких-то случаях приговаривался к психиатрии. Ну вот ситуация, если я не дам плечом, на непокойном, к сожалению. Ну как им было терпеть его? Он арестован, он сидит, его приводят на допрос, ему задают вопросы. А он говорит следователю каждый день, когда его допрашивают. Я категорически отказываюсь сотрудничать с фашистской организацией, КГБ. Ну, конечно, его посылают в киевскую экспертизу. Киевская экспертиза почему-то не признает его больным. Значит, его везут в Москву, в Инстаграм, в Сербскую, а там все нормально. Леонид Плёч был одним из ведущих диссидентов в Украине в конце СССР. Начало 70-х годов, там было, ну, действительно, не только были интересованы, вот, ну, скажем, в правах человека, но тоже защищать украинскую культуру, украинский язык. И он там был очень активен, его расставали. И это явно такое дело, когда КГБ решило его ломать не в лагере, но в психушке. И он был принят, ну, принят, вот, невнимаемым. Поставили диагноз, вела такую шизофрения, послали ему в Днепропетровск, в СПБ, специально-психиатрическая клиника, которая была одним из самых худших в Советском Союзе. Я думал, что психушка тоже будет полезным жизненным опытом. Я глубоко ошибался. Это просто провал в жизни, это форма смерти. Как ни странно, но самое страшное, это врачи. Я в Днепропетровской психушке не встречал ни одного гуманного врача. Врачи это просто было непробиваемо. И среди медсёстр встречались разные люди. Вот одна медсестра гордо заявляла, что я прежде всего чекист, а потом медсестра. Но было и обратно. Вот одна медсестра после свидания с женой прослушала наш разговор, а потом тихо мне сказала, я все понял, я вам не буду давать лекарства, я буду выбрасывать лекарства. Вот у Лени Плюща забрали книжку «Национализм», которую написал Робин Дорнат Тагор. Поскольку слово «национализм» считалось очень криминальным, и все республики Советского Союза, они все подозревались в национализме и жестоко карались любые попытки какого-то национального духа, языка, возрождения, то эту книжку тоже изъяли, несмотря на объяснение, что книга написана очень давно и никакого отношения к Советскому Союзу не имеет. С тех пор я как раз про Леню более или менее хорошо понимал, и когда он попал в психушку, конечно, это был еще пример человека, которого я знал до того, что еще раз меня утвердило в карательности советской психиатрии, то есть что вот это направление, оно существует и развивается. Когда-то с помощью Юрия Орлова обманом Таня Плёщ попала на квартиру к академику Снежневскому в 70-е годы. Там получилось так, Орлов был член-корреспондент академии Армянской, по-моему, я уже не помню все, я его никогда не видел. Но он, понимая, это была попытка как-то использовать возможность, он позвонил Снежневскому и сказал, я член-корреспондент, я физик, у меня есть к вам беседа или вопрос, дайте мне возможность с вами встретиться, лучше не на работе. Орлов пришел в назначенное время с женой Плюща. Когда они зашли в квартиру, жена Плюща Таня сказала, я жена Плюща, которому вы поставили диагноз, мой муж тяжело переносит все, что с ним делают, его убивают, но он здоровый человек. Перед тем, как их выгнать из квартиры, Снежневский сказал, как Таня мне передала, голубушка, ну что вы, ну в больнице же лучше, чем в лагере, мерзавец. И однажды я у такого, я не буду называть его фамилию, у своего товарища спросил, а вот ты ощущаешь у себя, как бы со спины, такой ветер, холодный ветер смерти, который как будто ты вынес из психушки. Он мне коротко ответил, да. Я попытался выяснить, помнят ли Леонида Плюща. У нас был Дима Шеремет в камере, который был где-то лет 7 к тому времени в этой больнице. И вот я спросил, говорю, Дима, а ты помнишь, был такой Леонид Плющ у вас? Он сразу так насторожится и говорит, что, знаешь, я не буду говорить о Плюще, потому что Неля Михайловна, как только узнает, что кто произнесет его имя, переводит на активное лечение. То есть больные помнили, что там был Плющ, но они не хотели о нем говорить, потому что за это Неля Михайловна назначала большие дозы лекарств. 12 отделений от Каменецкой Эллы Петровны, а так Эльза Кох ее называла. Женщина интересная, не такая палач, как некоторые другие. Она садилась против больного, так широко раскрывала ноги, юбка у нее была с разрезом, и она знала, прекрасно знала, что почти все мужчины дуреют и принимают так называемые сеансы. Вот. И так цинично улыбалась, и она спрашивала, допрашивала. А в это время больной думал не о ее, а все старался заглянуть к ней. Она получала наслаждение. Ну, доходило, это я не видел, но мне рассказывали многие о том, что, например, когда санитары начинали крутить человека, привязывать, а он сопротивлялся, то она могла сесть на голову этому человеку. То есть она получала наслаждение, что вот сотни мужчин, у нее у бабы, в кулаке, вот она что с ними хочет, то и делали. Я очень хорошо знаю, например, вот про случай с Леней Плющом, именно потому, что я с ним был хорошо знаком, и когда жена со слезами на глазах рассказывала, каким она его увидела в спецпсихобольнице, когда ей дали свидание, вот, то это было, конечно, шок, потому что он был совсем не похож на себя. И все мы боялись, что использование нейролептиков, оно может как бы изменить человека необратимо, что восстановиться будет невозможно. Ему давали, ну, как называемое, полуформия, не только галоперидол, но тоже аминозин, и, если я не ошибаюсь, майаптил, вот, и это имело очень большой эффект на него. Он стал роботом, он вообще перестал, ну, как-то понимать, что происходило вокруг него, потерял интерес в семье, в жизни. Там есть фотография, на которой он сидит с женой и сыном, и, ну, это еще не сутка после освобождения из психоболницы, и видно, что он еще робот, не понимающий, что происходит вокруг. Это для меня одна из самых болезненных фотографий, которые показывают вот это, ну, это злоподобление психиатрии, как, ну, как питка. Ну, вот, насколько я знаю, таких случаев, чтобы человек не восстановился, ну, если и было, то очень мало. Слава Богу, что все-таки время, оно позволяло вернуть человека из этого небытия психологического и психического. Вот, и даже вот Леня Плющ, он, когда эмигрировал, он уже был вполне нормальным. Была очень большая компания на Западе в его защиту, и они убедили Джордж Маше, французский лидер, выступить в его защиту, вот, и это имело большой эффект, потому что, ну, компартия во Франции была очень такая большая, Маше был очень такой влиятельный человек, и, значит, они решили его, ну, избавиться от него, посадили на самолет, отправили прямо вот в Париж. Маше. 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 Только сутки практически он на свободе. И совсем недавно, 8 числа, он получил последнюю порцию препаратов, которые приводили и еще сейчас в какой-то степени держат его в состоянии заторможенности. Этим и объясняется то, что он не может присутствовать сейчас здесь. Я извиняюсь за него, но с каждым часом ему становится все лучше. Дорогие господа и товарищи, я хочу объяснить, что я еще не окончательно пришел в себя психически, мне еще трудно говорить, у меня отсущая плохая память, медленная реакция. Поэтому на часть вопросов будет отвечать моя жена, она же мне будет подсказывать то, что я сказал. Кто решил его настолько, ну как сказать, лечить, это неизвестно. Это может быть Москва, которые хотели его ломать, ГИБЕ, либо это местные психиатры в Боныце. Потому что мы знали, что там были психиатры, которые явно были садистами, которые очень любили давать уколы и давать лекарства. Мы как были врачами, такими врачами мы остаемся. Вот за эти четыре года, ну перестройка, конечно, мы чувствуем эту перестройку. В каком бы министерстве мы не были, мы будем выполнять свой основной долг. Будем лечить наших больных и делать все возможное для того, чтобы они смогли жить, возвратиться в общество и не повторяли повторных общественно опасных действий. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Надо же было учесть, что многие врачи не всегда были высокими интеллектуалами. Ну вот я когда работал в Житомирской больнице, я взял и переписал несколько страниц, или одну страницу из сочинений Гегеля. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По-моему, даже набрал на машинке, кто-то мне набрал. Я привез, на работу вернулся в понедельник. И я нескольким нашим врачам, таким не молодым, а уже пожилым, сказал, что вот у меня есть такой текст, коллеги, как вы думаете, что это такое? Все сказали, что шизофрения, воспитание, образование. Конечно, это злой поступок мой был, но это было, и это еще раз укрепило меня в том, как все страшно. Но ты же не философ, ты же не обязан все знать. Советские психиатры считали, что они знают все. Нужно сказать, что вот многих из тех, кто отсидел в психбольнице и потом, в спецпсихбольнице, и потом эмигрировал, их многие психиатры там рассмотрели. Того же Петра Григорьевича они там специально изучали. Они изучали и Володю Буковского, и Файнберга, и еще многих. И, естественно, они приходили к выводу, что люди вполне вменяемые и нормальные, и не заслуживали такого наказания. Потому что на самом деле это лечение, оно было на самом деле наказанием. Оно не было гуманным, каким должно быть лечение, а было наказанием. И особенно, конечно, спецы тоже отличались, спецпсихбольницы были очень жесткие и страшные, куда боялись люди попасть, типа Сычевки, например. А были более мягкие и вот по-разному относились. Даже Казанская, она была не такая страшная считалась, как, например, Сычевка. Но это Благовещенская вроде ничего была, говорят. Хотя надо самим побывать, тогда уж поймешь. А так, по словам, сложно судить. Сычевки, 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 С Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok